Так, уважаемые участники выездной комиссии по червячайной ситуации, я принял решение сегодня провести ее выездное, прямо на Солыжском мосту, чтобы еще раз увидеть на месте, что за ситуация возникла, насколько она сегодня опасна для жизни и здоровья. Граждан, комиссия по червячайной ситуации, она уполномочена принимать особые решения, в том числе, если есть такая вопроса в жизни и здоровье граждан, то в покрытии, соответственно, того или иного объекта, в данном случае моста Солыжского, поступает большое количество обращений граждан, водителей по состоянию моста. В целом, мы сегодня знаем, что данный Солыжский мост капитально ремонтировался в 2005-2007 году, так, да? В 2005 году. Ну, сами посчитайте, сколько времени прошло. Основные все ремонты были в рамках ямочного ремонта текущего, то есть, соответственно, в ходе интенсивной эксплуатации по этому мосту, а мы сегодня в целом сделали такие подсчеты, такие большие движения с учетом населенных пунктов, неких перебатующего завода, соответственно, большие грузовые автомобили, конечно, все приведу к тому, что сейчас мост находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, если мы помним, и я, по крайней мере, тоже помню этот счет, после вступления в должность главы города, как раз после 22 июня, также, вот где-то в июле, если так же, обращался к предприятию ДРСО, чтобы провести небольшой ремонт, и, соответственно, он был проведен на период, в зимний период это хватило. Это говорит о том, что данного ремонта, текущего, да, этого недостаток. Необходимо серьезно отнестись к его эксплуатации и, соответственно, ремонту. Я пригласил здесь всех заинтересованных лиц, от которых в том числе зависит формирование правильного решения. Поэтому у меня сейчас вопрос представителю Крудору Олегу Михайловичу. Еще раз хочу один из важных вопросов задать, и потом также я спрошу и ДРСО по опыту работы, да, УКС города, о том, что насколько сейчас в рамках безопасности движения транспорта этот мост сегодня может быть объектом чрезвычайной ситуации, то есть на нему небезопасно ездить, и, соответственно, может быть, надо принимать решение, но сейчас экстренно передвижение, скорее всего, одно направление. Поэтому вот по вашему опыту, исходя из того ситуации, в которой мы сейчас видим, арматура, знаю, что здесь был около 12 деформационных шелок, тот пост, который на 5 июля учитывался капитальный миллион, значит, насколько я неизвестно, если 45 миллионов был, а капитальный отремонтировал, но там 6 миллионов в одну тонну шелок. Бырка на свободе. Пожалуйста. То есть безопасности движения автотранспорта, да, я не говорю сейчас про, ну, так скажем, нагрузки, да, и у него не случилось способности, что вы можете, я скажу, сказать, где уже это надо, провести диагностику, посмотреть, то есть опорную часть, про легкое строение, а что касается движения, да, то есть действуют условия движения, безопасности движения. Ну, безопасности движения. В рамках эксплуатации моста, что, значит, в любой момент может быть ДТП, но имеется в виду, что он сегодня не может привести к серьезным последствиям, которые может, значит, вызвать, ну, по крайней мере, серьезное травмирование, либо угрожает жизни и здоровью граждан. Так, не мешайте, не мешайте, не мешайте. Ну, вы подождите, подождите, я же скажу, что вы задаете вопрос. Вы подождите, не перебивайте. Так, ну, в плане безопасности, конечно, здесь может быть, это надо сотрудникам ГИБДД сказать, потому что они тоже оценивают состояние проезжей части на условиях безопасности, я считаю, что... Так, руководитель, начальник ГИБДД, подойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, как вы задаете на сегодняшний день, ваше мнение в рамках движения по данному мосту, насколько безопасно, небезопасно, то, что небезопасно, это значит? Получается, явные нарушения требований ГИБДД имеются, потому что губа и есть, застой воды имеется, вода не уходит, плюс ко всему уже получается, защитного слоя арматура гоняна, то есть, как он ремонт требует, это значит, и есть, как он не могло договорить, то есть, надо делать, значит, аварийные... Спасибо. Здесь последние аварии когда были? О ДТП, ну не скажу, как-то постоянно обращаются, здесь ДТП, материальный ущерб, пусть пострадавшими не было, но материальный ущерб связано с тем, что в покерях колес, и в покерях колес, и в покерях колес. Хорошо. Руководителю от железной дороги задаю вопрос, потому что здесь еще осложняется ситуация, что этот мост находится над основным железнодорожным полотном, основной пункт, правильно? Какие на ваш взгляд технические нарушения имеются при осмотре железнодорожного путепровода значит, вот там же томой пункт, то там же томой пункт. Железная дорога. Видимые нарушения. Ценности моста. Вода, скажем так, вода бежит, а просто вода бежит. Ну, то есть, видимого нарушения. В два разных годы, так понимаю, наши стримы и ваши проведали в год, в течение года вы проверяли, это, конечно, было в настроительном состоянии, то есть, который еще проведал, когда принимает год, мы не понимаем, что мы привязали. Хорошо, я просто еще конкретный задаю вопрос. Комиссия КЧС определяет, и вопрос встает так, насколько сегодня мост влияет на жизнь и здоровье граждан. В том числе, потому что внизу проходит основной путь железной дороги. И, наверное, я тоже даю понять о том, что на сегодняшний день движение идет, вы обход делаете. И сегодня мост с внешними признаками, условно, какие-то есть на опорах трещины, которые могут влиять на его нахождение в исправном состоянии, нет. Понятно, да. Трещины, которые угрожают. Я первый вопрос, самое главное, сейчас рассматриваю. Что либо мост его закрыть вообще может, либо это касается только дорожного полотна. То есть сегодня мост, значит, от железной дороги, я не слышу, что он сегодня влияет на безопасность движения поездов. Так? Верно. Хорошо. Так. Укс города. Ваше мнение. Значит, первое, что нужно сделать, инструментальное обследование. Кто у нас в городе, какая организация делает инструментальное обследование? Есть такая организация? То есть в городе организации, которые могут сделать инструментальное обследование нет. Нет, но это нужно делать инструментальное обследование, так, чтобы потом уже, соответственно, определить его техническое состояние конкретно, да, и стоимость, так. Понятно. Поэтому я, естественно, контроль ставлю первому заместителю главы города, Пенску, Евгению Анатольевичу, организовать работу в течение недели, чтобы выполнить, соответственно, инструментальное обследование данного моста. Вам необходимо связаться, руководитель Укса города, с этой организацией. И как можно быстрее, чтобы эта организация прибыла, для того, чтобы она провела инструментальное обследование. Значит, по финансовым средствам. В рамках содержания уличной дорожной сети Тарабай, в рамках нашего большого контракта. Сколько средств у нас имеется на содержание уличной дорожной сети города, в данном случае ямочного релока? Шестьдесят восемь миллионов. На сколько квадратных нет? На тысячу. Сколько здесь, в протяжении? Триста паспорта. Так, если хватит временных средств на ямочный ремонт. Хорошо. Значит, первый момент. Наталья Валерьевна, заместитель главы города по финансам. Значит, еще раз совместно с ОЖИМ просчитать квадратуру на сегодняшний день. Квадратные метры и протяженность данного моста, чтобы определить стоимость выполнения разового ямочного ремонта. Понятно, да? Это сделать, если раздельно, буквально до понедельника. Хорошо, да? Далее. Значит, я обращаюсь к представителю некой перерабатывающего данного дома. В том числе здесь ходят, как говорится, машины грузовые, да? Ну, не только вы, естественно, но еще другой автотранспорт. Значит, если рассмотреть возможность, учитывая, что город нужно проводить в любом случае, это организация конкурсных процедур, торгов. Есть ли возможность рассмотреть выделение определенных материалов, либо средств для ремонта, хотя бы для проектов? Мы рассмотрим. Это будет очень хорошее дело, хотя бы, значит, нам просчитать все, да? И дальше уже просить средства о том, чтобы, какая сумма нам нужна для того, чтобы этот мост капитально отремонтировать. То есть готовы рассмотреть? Хорошо, спасибо. Да. Какие у кого вопросы?